В округе прошёл праздник, посвящённый столетию пионерии. Люберецкие школьники приняли участие в танцевальном флешмобе и тематических мастер-классах. В Центральном парке побывала и наша съёмочная группа. Юные участники праздника знают о пионерии только из книг и по рассказам родителей. 12-летний Иван Гереш увлекается историей. Для него во всём пример – первые пионеры-герои. Это Лёня Голиков, Владимир Дубинин и, конечно же, Зина Портнова. Они были моими ровесниками. Я хочу взять с них пример и также помогать нашей стране и жителям. Традиции пионерии нашли своё продолжение в российском движении школьников. Самая масштабная детско-юношеская организация создана в 2016 году и насчитывает около двух миллионов ребят. Из них более 10 тысяч – люберчане. Организация осуществляет свою деятельность по четырём направлениям. Это личностное развитие, гражданская активность, военно-патриотическое направление и информационно-медийное направление. Ценности РДШ, российского движения школьников – это любовь к родине, к семье, тепло, миросердие, тепло дружбы, уважение к труду. Участники РДШ занимаются волонтёрской деятельностью, ведут поисковые работы, принимают участие в слётах, форумах и флешмобах. В эту организацию может вступить любой школьник, достигший 8 лет. Ребята 10-14 лет – это взрослые ребята? Да! Они же взрослые. И вот им тоже хочется как-то жить по-взрослому, чтобы была своя организация. Я думаю, обязательно в ближайшее время, наверное, в годы будет организация. То ли это будет РДШ, то ли это будет ровность пионерии. Многие школьники пришли на праздник в красных галстуках и пилотках, чтобы немного прикоснуться к истории и почувствовать себя настоящим пионером. За 70-летнюю историю Всесоюзной организации в ряды пионеров вступили более 210 миллионов мальчишек и девчонок. Девиз пионерии знал каждый из них. Пионер, будь готов! Всегда готов! Субтитры создавал DimaTorzok